Здравствуйте! Вы попали на кулинарный канал Диетолога Скачко. Спросите, какое отношение имеет лечение хронического бронхита к кулинарному каналу? Так, самое же непосредственное. Докажу это вам, как диетолог и практикующий фитотерапевт со стажем более 30 лет. Автор более 50 опубликованных книг и брошюр. Просто, если вы хоть немножко знаете восточную медицину, то окажется, что меридиан легких связан с меридианом толстого кишечника. И чем больше порядок у вас в кишечнике, тем лучше работают органы дыхания. И наоборот. И на весла, если у вас есть вздутие живота, урчание, боли в кишечнике, нарушен аппетит, отрыжки, изжоги, тошноты, неустойчивый стул, слоность запора к поносу, то вам нужно первично обратить внимание на работу пищеварительной системы. А вылечить хронический бронхит у вас получится бесплатным бонусом. Если вы делаете наоборот, лечите следствие хронический бронхит. Естественно, если у вас нет ингаляционных поражений, и вы не работник вредного производства. То лечить хронический бронхит, вкладывать деньги в лечение, вы и терять свое здоровье будете до бесконечности. Или до тех пор, пока вам не надоест. А я вам хочу предложить одно из средств, которое обладает многофункциональными свойствами. А именно, и антибактериальным действием по отношению к микрофлоре в органах дыхания, и в пищеварительной системе обладает, и расширяет бронхи, и способствует образованию и отделению мокроты, и одновременно усиливает работу пищеварительной системы. Это почки сосны. Их нужно использовать правильно, правильно приготовить, и правильно вовремя применить. Вот об этом это видео. О полезных свойствах почек сосны я уже рассказал. Как же их приготовить? Одна чайная ложка почек сосны – это порция на одни сутки. Как приготовить? Есть несколько способов. Самый простой способ. Вы чайную ложку почек сосны заливаете 200-300 мл крутого кипятка, накрыли крышкой, укутали и настаиваете до охлаждения, либо ночь. Далее, как вы их применяете? По одному-два небольших глотка за 3-5 минут до каждого приема пищи. А количество приемов пищи должно быть 5-6, а может быть и более. Если у вас мокрота отходит легко, с образованием мокроты проблем нет, то в пищу у вас на гарнир поступают больше овощей, либо фруктов. Фрукты, соответственно, после термической обработки адекватной. Если мокроты не хватает, то у вас гарнир – это блюдо из круп, из лаковых. Иными словами, каши, макаронные изделия, хлебобулочные изделия могут быть. Они дают больше образования слизи. Мокрота будет отходить лучше, и органы дыхания вы очистите проще. Но, конечно же, основной упор нужно делать на работу пищеварительной системы. Она главная в этом вопросе. И, используя чай из почек сосны перед едой, вы постепенно улучшаете работу пищеварительной системы. Конечно, если несколько дней, 3-5 дней, максимум неделю приема, вы существенных улучшений со стороны органов пищеварения не наблюдаете, то, скорее всего, не те ферментные системы у вас нарушены. Нужно экспериментировать, играться с другими растениями, для того, чтобы включить нужные механизмы в вашей пищеварительной системе для полноценного переваривания пищи. А, возможно, нужно пищу по-другому готовить. Такие видео на моем кулинарном канале есть. Вы их можете просмотреть. Как правильно готовить разные блюда, напитки. Если вы подписчик моего канала, то новые видео вы тоже будете видеть среди первых. Если вы включаете колокольчик при подписке. В этом случае уведомления будут приходить вам у всех видео в почту. И вы сможете постепенно вылечить хронический бронхит. Второй способ приготовить почки сосны, для того, чтобы вылечить хронический бронхит, он несколько сложнее. Но тут больше противопоказаний. Если в первом случае только аллергические реакции непосредственно почки сосны могут быть как противопоказания. То во втором случае противопоказаний будет больше. Нужно приготовить будет настой из почек сосны. Чайная ложка почек сосны. 200-300, можно 400 миллилитров холодной воды. Доводите до кипения. При закрытой крышке, когда кипение началось, крышку сдвигаете. И принципиальный момент. Дышать нужно не горячим паром. Вы находитесь рядышком. Пар поднимается. Ароматические вещества находятся в помещении. Они обладают самостоятельными антибактериальными свойствами. И вы, вдыхая эти пары, в легкие не нужно торопиться. Вылечить хронический бронхит за два вдоха у вас не получится. Поэтому дышите спокойно таким воздухом. Он будет вам напоминать воздух соснового бора. И в этом случае вы получаете двойной эффект. Местное действие на органы дыхания фитонцидов у почек сосны. А далее настой из почек сосны, когда он у вас остынет. Вы будете использовать так же, как чай. Чтобы напомнить, вернитесь к началу видео. Противопоказания в этом случае есть. Нельзя вдыхать пары детям до 6 лет. У них очень быстрые могут быть реакции по спазму бронхов. И это запрещено. Также нельзя вдыхать пары почек сосны. Если у вас есть в анамнезе хронический бронхит с астматическим компонентом. Ливобронхиальная астма. Иными словами, есть склонность к бронхоспазму на любые резкие ароматы. Здесь тоже могут быть проблемы. И очень важно использовать правильно биоритмологию. Иными словами, можно такую ингаляцию проводить не раньше 10 часов утра. И не позже 14 часов по местному времени. В этом временном промежутке действие паров почек сосны максимально благотворно. А вероятность побочных эффектов минимальна. В другие временные промежутки возможны варианты. Поэтому я вас предупредил. А вы делаете свой выбор. Поступайте так, как вы считаете нужным. Что вы можете получить дополнительно? Конечно же, используя перед едой, вы улучшаете работу пищеварительной системы. И постепенно восстанавливается работа пищеварительной системы. В данном случае, когда вы делаете настой из почек сосны. Можете дышать. Можете ингаляцию использовать. Можете нет. Действующих веществ будет в настое больше. И действие на пищеварительную систему будет более значительным. Поэтому в этом случае это более сильное средство для того, чтобы постепенно восстановить работу пищеварительной системы. И вылечить хронический бронхит. Конечно, если 5-7 дней приема почек сосны, настоя, либо чая у вас не вызвали выраженного положительного эффекта. То, возможно, нужно учесть и другие особенности в вашем образе жизни. В вашей системе питания. В вашем рационе питания. И, возможно, в состоянии органов дыхания подобрать более широкого спектра действия смеси лекарственных растений. Ну, это делать заочно невозможно. Это можно делать только при очной консультации. Ну, это уж, как говорится, возможны варианты. Я вам предложил, а вы делаете свой выбор. Главное, хронический бронхит нужно всегда лечить. Нужно обеспечить дренаж из органов дыхания. Потому, что одно из осложнений может быть рак легких. Это не быстрое осложнение. Это осложнение перспективное. Но тоже может быть. И вы должны об этом знать. Я вас об этом предупредил. Чтобы знать больше в онкологии, есть моя книжка «Рак. Профилактика. Ранняя диагностика». В ней много других факторов риска нужно учитывать. Для того, чтобы раньше, на более ранних стадиях, выявить онкологию. Или наоборот, даже ее предупредить. Изменив особенности вашего образа жизни на более рациональный. Ну, это, как говорится, опять-таки, ваш выбор. А на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать. С привычным подписчиком моих каналов словами. Крепкого вам здоровья. И разумного к нему отношения. А пока вы думаете, кому отправить ссылку на это видео. Не забудьте поставить на это видео лайк. Если какие-то вопросы остались невыясненными, напишите в комментариях. Если вы еще не подписчик моего канала, подписаться очень легко. Главное, чтобы вы включили колокольчик. Чтобы уведомления о новых видео поступали вам в почту. Если вам не все видео с моего канала поступают. Возможно, у вас не включен колокольчик. И вы избирательно получаете не все видео, которые я публикую. А зря. Много видео. Очень важные моменты. Не просто съесть пищу. Она должна полноценно перевариться. Попасть в кровеносную систему. Мочь попасть в клетки, где она и будет работать. Свои рецепты различных блюд и напитков я формирую именно с этой целью. Чтобы максимально полно доставить полезные питательные вещества разных продуктов питания и напитков вашим клеткам на работу. Поэтому мой канал отличается некоторой особенностями от других кулинарных каналов. И меня это радует. Радует это вас? Не знаю. По отзывам, по комментариям, по лайкам я увижу. До новых встреч на моих видео каналах. Доктор Скачко и Школа Доктора Скачко. Это YouTube. А также Школа Доктора Скачко в Instagram. Не забывайте искать кулинарный канал Диетолога Скачко. Там много полезной информации. До новых встреч!